К 23 февраля часто появляется желание посмотреть военные фильмы, но кино, в котором главный герой с пулемета расстреливает тысячи солдат противника, а пули отлетают от его стальных мускулов, это явно не самый лучший вариант. Есть множество фильмов, в которых о мужестве и войне рассказывают так, что становится сразу понятно, что это не романтично и прикольно, а очень и очень страшно. И о нескольких таких фильмах мы вам сегодня расскажем. Фильм «По соображениям совести» вышел на экраны в 2016 году, его срежиссировал известный режиссер Мел Гибсон. Картина рассказывает о человеке, который по религиозным соображениям не мог брать в руки оружие и убивать людей, но тем не менее пошел на Вторую мировую войну, стал там санитаром и вынес с поля боя десятки американских солдат. Главный герой фильма Дезмонд Досс – реально существующий человек. Он стал первым в истории идейным уклонистом, который получил высшую военную награду Соединенных Штатов Америки – медаль почета. Картина «Обещание» режиссера Терри Джорджа осталась незаслуженно незамеченной широкой аудитории. Картина рассказывает нам о геноциде армян в Турции во время Первой мировой войны. На фоне уничтожения целого народа нам показывают любовный треугольник между студентом-армянином, который учится в медицинском, американским журналистом и молодой армянкой, приехавшей в Турцию из Франции. Последний фильм в этом выпуске – это «Дюнкерк» от режиссера «Начало темного рыцаря» Интерстеллера Кристофера Нолана. Эта картина рассказывает нам о дюнкеркской операции времен Второй мировой войны, эвакуации 300 тысяч солдат антигитлеровской коалиции, попавших в окружение немецкими войсками. В этой картине использован достаточно привычный для Нолана прием, там несколько временных линий, в частности три, а также почти полное отсутствие диалогов и просто бесконечный ужас войны. В Дюнкерке нет прямых батальных сцен, враг остается за кадром, но мы чувствуем, что он рядом по поведению персонажей, по их страху и какому-то животному желанию сбежать с побережья городка Дюнкерк. Солдаты готовы убивать друг друга, сталкивать друг друга с кораблей, лишь бы побыстрее убраться из этого города. Фильм «Дюнкерк» был назван лучшим фильмом в войне, сделанным с уважением к историческим фактам. ЮТВ настоятельно рекомендует вам найти время и все-таки посмотреть три этих картины.